друзья вы когда-нибудь видели такого петуха очень интересная порода кто знает что это порода пишите в комментариях боится камеры всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами на дом латаши находимся около пещеры сегодня 28 октября очень жарко на солнце на пляж мы с вами сходим чуть попозже не обращайте внимание на мой шарф и кофту потому что после сильнейшего дождя на дым чая я простыла и в общем теперь закрываюсь и шарфом и кофтой сегодня мы приехали в пещеру дом латаш это очень уникальная интересная лечебная пещера которая была образована практически 14 15 тысяч лет назад что значит дом латаш я здесь вот нашла очень интересную статью и в переводе дом латаш это пещера мокрых камней или камень в каплях пещера небольшая но это одна из безопасных и свободных пещер для посещения пещер турции в общем эта пещера обладает уникальным лечебным эффектом о котором я вам расскажу чуть позже а сегодня давайте а сейчас давайте пойдем внутрь и посмотрим все это проход пещеру стоит 650 открывается она в 10 закрывается 6 часов здесь не действует музейная карточка если она у вас есть как мама покупает билеты ну что друзья заплатив за билет мы заходим в пещеру и я вам начну рассказывать о уникальных свойствах пещеры вот я сейчас нахожусь на входе и в пещере влажность близка к ста процентам прям уже на входе это чувствуется и попав внутрь пещеры посетители сразу начинают понимать смысл этого сочетания название пещеры пещера мокрых камней или камень в каплях по узкому коридору мы сейчас проходим мимо сталактитов которые были образованы 14 15 тысяч лет назад и вот эта вот подсветка специально создана искусственная оранжевая которую вы видите она создает такое ощущение как будто мы попали в в какую-то пещеру с несметными сокровищами общий объем пещеры составляет две с половиной тысячи кубических метров и пещера дамлатаж она оснащена для комфортного пребывания в ней здесь есть лесенки и лавочки и можно не опасаться за свою безопасность пещерные стены имеют толщину 10 метров что полностью исключает возможность обвала ее сводов вниз пещеры ведет вот такая вот лесенка и если говорить о лечебных свойствах этой пещеры то первоначально ее посещала исключительно местное население и после проведения исследований проб воздуха отобранных в этой пещере оказалось что ее составе на наблюдается повышенной ионизации высокое содержание углекислого газа в этой пещере постоянная температура 21 24 градуса и как я уже говорила наблюдается очень повышенная влажность практически 100 процентов и результаты исследований также показали что уникальный воздух пещеры содержит 10-12 раз больше двуокиси углерода по сравнению с обыкновенным далее эта пещера стала популярна среди иностранцев когда пошел слух о лечебных свойствах этой пещеры и отдельные туристы намеренно приезжают в аланию из разных уголков мира чтобы люди с различными заболеваниями дыхательных путей приезжают из различных уголков чтобы пройти лечебный курс можно пройти 21 дневный лечебный курс и после подобных процедур как говорят астматик может дышать без затруднений но туристы имеющие сердечные заболевания вполне могут ощутить некоторые недомогания поэтому если вы если у вас есть какие-то сердечные заболевания будьте осторожны даже люди с крепким здоровьем могут ощутить недомогание потому что влажность стопроцентная пещера небольшая я была в ней уже много раз но видите такая небольшая обладает такими великолепными свойствами вот такая вот природная здравница у нас находится в алании я надеюсь что и даже советую вам когда вы приезжаете в алании обязательно посетите эту пещеру и пещеру дим в описании к видео я оставлю ссылку на пещеру дим пещера дим намного больше длиннее но она не обладает такими свойствами как обладает пещера дима тоже мы посидели здесь 10 минут номер 15 и сейчас выходим обратно стопроцентная влажность сначала очень тяжело ощущается потом привыкаешь уже не так тяжело мы вышли из пещеры дам латаш мам сколько сейчас градусов на солнце жарко 2727 солнце больше на вода также наверное до 26 27 в общем народ на пляже загорает боится только я в шарфе и в кофте но мне уже прохладно очень солнечная погода музыка играет лето продолжается конец конец октября сейчас день короткий солнце заходит в 6 часов где-то и находиться на пляже самое хорошее время это наверное с 12 до 4 народу очень много вот такой тон октябрь мало не друзья очень много народу покажу вам быстренько что здесь происходит народ купается я конечно бы тоже окунулась но я простыла поэтому купаться не буду но если дети купаются значит тепло и волн сегодня нет совсем интересно вода теплая или нет но вода также градусов 26 27 вот так вот народ загорает на пляже а я хожу в шарфе и в кофте все доверяло это солны как до сумасшедших но друзья простите я простыла поэтому мне нужно стараться не простыть еще больше в общем вы увидели народу тьма я не стала снимать потому что не очень люблю снимать людей когда они загорают купаются конец октября погода супер кто спрашивал про погоду в ноябре месяце я вам могу сказать только одно то что сейчас осень и днем прохладно вечером прохладно а днем как вы видите с 12 до 3 до 4 можно отдыхать ходить на пляж но в общем в общем лето днем лето вечером осень поэтому берите с собой какие-нибудь курточки ветровочки и точно сегодня друзья самое обычное воскресенье и я просто хотела вам показать погоду вала не сегодня ну и конечно же пляж и сейчас мы приехали к красной башне да кстати не переключайтесь у меня для вас есть парочка хороших новостей и мы приехали красной башни как вы думаете что мы здесь встретили мы здесь встретили свадьбу а что значит свадьба что значит встретить невесту я вам уже рассказывала во всех своих видео что что это к удаче мы постоянно их встречаем в общем желаем вам тоже удачи через экран пускай она от нашей невесты передаста вам сейчас как я уже говорила у нас октябрь очень классная погода пойдемте вместе гулять по крепости и кушать в гёзлеме а пляж у крепости сегодня пустой никого нет только один человек загорает и плавает ну и вот такие вот виды открывается на всю аланью вплоть до махмутлара все побережье видно такую ясную погоду крепости алани если идти вот по этой дорожке есть несколько кафешек небольших где можно выпить свежевыжатого сока и покушать гёзлеме куда мы сейчас и направляемся посмотрите какая вода сегодня невероятно красивая а сейчас мы уже пришли на муниципальный пляж за мэрией алании и народу здесь конечно же уже немного потому что время близится к четырем но народ купается волн совсем нет сегодня а вот эта вот машинка чистит наши улицы по утрам проходится проходится сначала щеткой подгребает под себя всасывает пылесосом и вот такие вот представляете щетинки это даже не щетина это какие-то железные прутья и каждый день по улице алании вот такие вот машинки мы сейчас находимся напротив здания мэрии но строят новое здание на объездной дороге и в скором времени вот это здание снесут и здесь сделают огромный парк возможно построят какой-то культурный дом в общем в ближайшем будущем друзья вот эта центральная площадь Алании она преобразится после того как завершат строительство нового здания для мэрии и я думаю что здесь будет еще красивее и уютней а здесь молодежь ездит на велосипедах катается на роликах на скейтах и завтра в Турции будут отмечать День Республики в следующем видео я вам покажу как проходили празднования а сейчас весь город украшают украшают флагами готовятся к празднованию День Республики отмечают каждый год 29 октября почему именно 29 октября потому что 29 октября 1923 года состоялось собрание где внесли по окончанию освободительной войны в Турции внесли изменения в конституцию Османская империя перестала существовать и появилась Турецкая Республика и это наиболее важный праздник для всех турков и по всей стране проходят различные празднования торжественные шествия в общем в следующем в одном из следующих видео вы увидите как празднуют День Республики дорогие друзья вы соскучились по Айхану вот он Айхан айхан все дорогие друзья привет иди сюда иди сюда иди сюда иди сюда в тень солнце светит рассказывай как дела нормально а что делаешь не пюре я 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 пюре а по русски я пюре не пюре я пюре я пюре я пюре а еще друзья как я вам обещала в начале видео рассказать очень хорошую новость в Турции Выросли штрафы за непропуск пешеходов на пешеходном перекрестке В общем, это таких пешеходных перекрестков Раньше штраф был 103 лиры, потом 230 с копейками И буквально на днях штрафы увеличились до 488 лир Представляете? И теперь мы ощутили уже на себе, что все водители останавливают Конечно же не все, еще требуется время, но останавливаются и пропускают Это очень положительный момент Да, Айхан сказал, когда я рассказывала, никто не пропускает Почему? Очень жаль, но я надеюсь, что в скором времени они научатся Потому что когда мы переходили дорогу, нас пропускали Ну, как я уже сказала А, может быть, они не знают, что... Может быть, они не знают, Айхан говорит Может быть, они не знают, что есть штрафы Когда им придет штраф, тогда они научатся тоже пропускать пешеходов В общем, мы действия этого закона уже ощутили на себе Поэтому, как я вам и сказала, очень много положительных моментов Вот такая воскресная прогулка у нас состоялась Время уже шестой час, и мы идем домой С вами прощаемся Всем всего хорошего Пока-пока Пока-пока, до встречи